Причем? Эту общегородскую сеть создавали мы за свои деньги, когда платили, между прочим, за квартиру. Да мы там много на телевидение поедем. И она принадлежит нам всем. А они тут при чем? Дальше. Коллективные телеантенны, в скобках, если это не... Так она чья? Тут по-русски написано. Коллективная. Она наша? Так, на основании ИПД. Вот национальные кабельные сети открыты, акцентрного общества, национальные кабельные сети. Это еще кусочек Реновый, именно в дальнейшем поставщике улице товарища Калугина. Вот и губы, московский городской единый информационно-аналитический центр, Мосгор. я из это которых две штуки было я не могла понять кто из них они якобы над нашими губами сидели а потом они тут ни при чем они тут методическую методическую до мерзавцы вот товарищ варим вот этот который невозможно было нигде найти сторону вот они договорились о том что они будут с нас брать деньги не спросившими ерце обеспечить поддержание в базаре данных ерце актуальных сведений по каждому оппоненту это мы его нет с учетом данных финансовых лицевых счетов то есть согласно договору управления получив наши данные естественно они воспользовались и ими для того чтобы создать вот такие вот написать такие договора и вставить них наши данные при этом они забыли нас спросить а скажите вот у нас этот третий пункт договоре и иные иные направлены на достижения выше указанных целей так ведь и эти самые выше указаны у нас были коммунальные и жилищные а телевидение у нас что не коммунальные и жилищные то есть они вдвойне не имели право это заключать они говорят что это публичная оферта я сумоляю значит их пусть и молчат тряпочку договора они подписаны а то что они каждому из нас повесили бирку мы у них не фамилии ничего не имеем а только номер договора ну так пусть дома украшают себя этими бирками если им это так нравится с юридической точки зрения все ничтожно пожалуйста значит емцы формирование оплату осуществлять прием проведение консультации по вопросам оплаты услуг ввести внутренний учет сумма подлежащей оплате за день что такое это что такое поставщик обязан оплатить услуги вот это интересно в порядке и на условиях раздела 3 быстро смотрим раздел ты очень интересно банк обязан губ мозг яиц и это четырехсторонний разгар договор воров и жуликов и это тут подсветился этот тут к чему мозг гор единый информационно-аналитический центр он что веру сверкучку снимал какое он имеет отношение к процессу за который они хотят получить деньги не право ну так где же третий банк имеет право и это так стоимость порядок расчетов стоимость выполненных услуг услуги оказаны лекция в соответствии обратите внимание единый информационно-расчетный центр являющийся только отделом юридического лица а именно абонентским отделом так написано в его учили документам учитель не имеет право самостоятельно заключать никакие договора извините каких-то губ дэс да эти тут причем не ничего приехали ту же так 0 4 десятых процента от суммы денежных средств фактически поступивших на расчет еще поставщика теперь это от миллиарда у нас два миллиарда не слабо да так что предлагаю прекратить платить по примеру татьянусь ну срок договора порядок разрешения сборов и конечно и написан две строчки к нему приложение гениально спорник документов официально это же закрытые эти самые договора то договор об организации расчетов населения за услуги связи для цели есть такой у них оказывается договор так и так для чего эти заявления вам значит что происходит вы имеете полное право написать подать и больше ни на что не реагирует то есть уменьшить сумму сводов и жар на эту величину поэтому вас есть просто грабка последний область демократии не прав в москве пишите там на счете первое время к вам придет такой счет уведомления чуни-то только не приду уважаемые панец доводим до вашего среди что по договору оказали услуг показа стоит номер имеется задолженность размере 1326 рублей по состоянию 1 сентября 2009 года просим оплатить имеющуюся здесь мой доме какой мой мне присвоили номер договора они вот интерес я заключил что я имею обязанность платить через него а когда когда заключи написал что у меня с ним есть договор пусть и пледом он и вот куда заключается делать и прочее ставить нечем значит что тут такое пожалуйста пожалуйста ну и сами же заключайте на какие-то по цифровому телевидению договора мы завершились над нами весь мир смеется 20 лет назад я работала в молдаве в 95 году мы вдвоем с соседом за пятьдесят лей получали 104 программу это было ужасные были деньги за счет вам скажу это было 200 рублей то есть по 100 рублей без договора нет вас приходили они там без конца ссорились люди ходить нет у нас у нас дешевле мы получаем эти а вот но у нас новые пакеты эти пакеты на год а может вам нужны специализированные курсы есть пакет такой-то боже лучше только не было или действительно каждый меня я смотрела одно мысль совершенно другое здесь нашим всех была россия у всех была украина ут-1 ут-5 и вообще близлежащие страны там румы есть вот ему поставить крестик а вообще нет стояли вот эти самые декодами которые отключаются то что не интересно и не нужно значит что случае и вот тут они мне пишут при отсутствии оплаты в срок праве остановить оказание услуги коллективной тв антенны путем отключения абонентской разводки от сети оплаты кососить их как интересно если на тапочки мы уже ваш а потом значит разводку то есть он придется я тебе отрежу значит соответствии со статьей 44 пункта 3 федерального закона о связи до устранить так не надо врать людям но это пугалка вот до устранения за должности по оплате а также обратиться в суд не имеют права почему помните я говорил про электричество что отрезать имеет право только генерирующий поставщик помните не помните только тот то имеет звание гарантирующего поставщика то есть мозг энергия сбит отрезать может а не взирая на то что в 354 написано что якобы управляющая организация теперь может если это силы юридической не имеет эта позиция так как она противоречит федеральному законодательству так вот у нас никакой а когда не является в данном случае никем никем кроме вот этого который будет салом подмышки значит в этой теле огромной сети он никто и звать его никак по отношению ко мне он сама звали никаких лицей у него есть вот на вспомогательные услуги уже я не поленилась проверить естественно номер его лицензию его одна из стекла в октябре 12 года они сейчас то же самое никто они все поэтому учета ходить не режет я тебе порежу с большим скандалом и и так далее и в судебном порядке если не полагают что тут по ней живут в случае частичной оплаты задолженности оказали услуг не будет восстановлен оплату можно произвести обязательно укажите восьмизначный номер договора так а если ты все про меня знаешь договора сам увидишь сквозь стену нет у меня что-то тут нарисовал я лично такой договор не подписывал да я приливал да извините это им кажется что это публичный договор они прислали в ком-то там в 2007 году какую-то бумагу повесили на подъезде я увидела чем дело пахнет но дом не реагировал я это прекрасно сошли я не буду плащить в этой системе поэтому я приспокойно вам позвонят может не успокоен зачем у вас и телевизор то нет и никогда не было и какой там у них договор вы впервые среди хотите с этим разобраться во всяком случае по этим объявлениям они довольно часто пишут что они технические возможности не имеют это основание для того чтобы мы объединить усилия с вами подали бы фас и потребовали деньги те кто еще платил потому что оказывается они не могли отказывать вам в том что и подписывает закон и это императивное требование закон 11 телевизионных 8 и 3 радиоканала бесплатно они тоже указаны и в законе и в указах президента в этом идея теле проводной радио трассе это проводная радио трассе это проводная трассе чтобы в любой момент когда что-то случится ты включил эти полетели стали трансляторы а а у тебя в доме есть сообщение вот в чем дело это вопрос безопасности оповещение московская маяк и по моему россия всегда забывает что я им еще должна платить какую-то там услугу к вылежу это и заботы они должны составить убедительную смену прийти к вам рассказать что вот это вот сколько у вас квартир в доме 380 1 380 от килограмма сала которую они видите вы же в доле пользу не захопали все и у других ничего нет причем у вас должна быть вот такая вот и от этого болта что они раз в год под каучу до большая цена рублей 12 если вот полировали и будем разговаривать здесь огромные объемы подачи и на дома понимаете на ничего не должны пока вам не предъявили на бесплатное телерадиовещение но совсем не бесплатно а этим мерзавцам выплачивают федеральное государственное предприятие выплачивать им регулярно деньги они еще берут с нас и как вы думаете это может проходить вот так незаметно то есть надо пойти написать заявление что я отказываюсь подать в дес вы не в дес вы не в десу 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 да тогда вы пишете заявление что вы требуете чтобы вам соответствии с законом о среде предоставили бесплатные федеральные каналы и да и да и местные да и все если они посмеют это приходите к нам подадим в прокуратуру у нас будет какой-то прецедент вот и так то же самое написано вот у нас есть такие правила оказанию связи для цели телевизора а